Привет, я ностальгирующая критика, и я помню то, что вы позабыли. Знаете, я люблю Луни Тюнс. Кто ж не любит? Они забавные, умные, уникальные и абсолютно потрясные. И хотите знать, что еще? Я обожаю баскетбол. Опять же, кто же не любит? Он веселый, держит напряжение, заряжает энергией и также потрясен. Однако нужно быть уверен, что вы держите эти два элемента друг от друга настолько далеко, насколько это возможно. Потому что если нет, вы получаете, чертов космический джем! Афротектический кусок дерьма полупрожайного конского навоза к... Ладно, ладно, я извиняюсь. Просто терпеть им, когда Голливуд берет не одну, но сразу две вещи, которым я очень дорожу, и портит их, пропитывая концентрированной мочой, из-за чего я начинаю их ненавидеть. Что ж, с учетом сказанных, давайте взглянем на то, как оба этих чудесных способа времяпрепровождения брать или фото-кинемографический аналораздиратель, который сейчас перед нами. Сначала вам, наверное, интересно, откуда, черт возьми, вообще взялась эта идея? Что ж, в ранних 90-х Найк разработали блестящий рекламный ход по раскрутке их популярной новинки Air Jordans. Естественно, Джордан был в деле. Но им все еще нужно было нечто, способное завоевать внимание маленьких детей. И Найк договорились с Warner Brothers об использовании таких персонажей, как Багс Банни, Марсиан Марвин в своей рекламе. А ты кого ожидал? Элмера Фада? Ролики имели огромный успех, и вскоре Багс Банни и Майкл Джордан превратились в топовых американских рекламных шлюх, отсасывающих Найку, Макдональдсу, игрушечным магнатам и хуевой тучей компании, производящих футболки. Ужасно, не правда ли? После такого огромного успеха у рекламщика Warner Brothers возникла идея. А если мы превратим рекламу в фильм, тем самым сделаем из фильма рекламу, таким образом сделаем рекламу для рекламы. Это же эротический сон каждого рекламодателя, бесконечное бабло, на котором работает машина по перерабатыванию говна в золото. Ну вот так оно и есть. Вот так и родился Космический Джем. Первый фильм, являющийся рекламой для рекламы рекламы. Но не волнуйтесь. Они очень грамотно звуалирули этот факт. Надевай свои Найки, шнуруй свои Найки, бери свои хлопи, Гатарейд, а Биг Мак купим по дороге на стадион. Тонко. Но не менее, кино с двоим величайшими американскими иконами было достаточно грандиозным событием, ведь мы вызнаем, что главы Голливуда не слепят какую-нибудь беспонтовую какашку только ради бабла. Конечно нет. Ну так расскажите нам, в чём сюжет. Видишь ли, пришельцы из космоса захотели сделать нас с рабами в их парке развлечений, но мы вызвали их на баскетбольный поединок. Сперва они были маленькими, а потом стали огромными. Мы должны победить этих ребят. Речь идёт о рабстве. Они заставят нас быть с сэндап-комедиантом, а дети же шутки каждый вечер, вечно. Они забудут как в диких животных и будут выставлять на показ кучу уродливых, пучеглазых, глупых, лишённых чувств юмора пришельцев. А ещё не поздно потравить деньги назад. Ну ладно, история, которую Бакс пытался донести до нас, начинается с ухода Майкла Джордана из НБА. С его первого ухода. Мы заставляем в то неловкое время, когда он фактически променял баскетбол на бейсбол. И это не говняный сценарий, такое действительно случалось. После этого мы отправляемся в космос, где злобный правитель развлекательного парка на Луне ищет новые аттракционы. И отправляет своих пришельцев похитить Луни Тюнс, которые живут в центре Земли, где Луни Тюнс принимают решительные меры и вызывают их на баскетбольный поединок. Сколько раз мы уже слышали подобное? Нам нужны новые агенты, нас обмирают. Но перед тем, как это произойдёт, нам присылится зритель множество сцен, где Майкл Джордан проводит время с семьёй. Что с Джеффом? Он прошёл только 2 из 5 и потерял 32 очка. Да? Да, он получил 68,5 или типа того. А ладно, можно вернётся к Луни Тюнс? Господи, дома я сейчас подпочиваю культурное и золото, а не подходит к моей расцветке. Хотя я с подумал, давайте вернёмся к скучной семье. Что вы готовили? Курицу. Курица с чем? Курица с капустой. Отлично. А, давайте вернёмся к Луни Тюнс. Один гигантский скачок для горы идиотов! И Клуб 700 еще не начался? Думаю, ты никогда не спросишь. Благодаря этим отрывкам вы на вельга смогли выделить первую проблему этого фильма. Луни Тюнс не смешные. Они грубые, громкие, невыносимо раздражающие, но они определённо не смешные. На самом деле, сценарий этого фильма ужасен настолько, что начинаешь мечтать, чтобы оригинальный Луни Тюнс в 50-х сели и посмотрели на это. А я чирлидер. Но, мамочка, я не хочу сегодня в школу! Я к той самой учился. Ха-ха, как смешно! Ха-ха-ха! Вторая проблема этого можно выделить в этом фильме, она в том, что Майкл Джордан не смешной. Он унылый, скучный и невыносимо плохой актёр, но он определённо не смешной. Мне вообще кажется, что он даже не подозревает, что он в кино. Похоже, его тупо преследовали с камерами, а потом подрисовали в мультяшек на задний план. Но вернёмся к сюжету. Пришельцы решают навестить наш мир и попытаться добыть немного дополнительной силы. Там у них сиатра нас с женой из Се любит Рэймона и парнем, который говорит голосом Гавера Мэра Симпсона. Как рандомно. В общем, пришельцы крадут весь талант у самых лучших баскетболистов. Мы в порядке, это психическое расстройство или что-то связанное с Луноей, с грязнением планеты. Вау, похоже, они похитили заодно их актёрский талант. Воняет! Пришельцы превращаются в гигантских монстров, которых Луни Тюнс не способны победить. На помощь им приходит Майкл Джордан и его скользкий маленький помощник, которого играет Уэйн Найт, который, к моему удивлению, не является мультперсонажем. Да ну, кто сказал? Игра на носу и Луни Тюнс объединяют силы, чтобы победить злые силы в космическом матче. Космический джем. Что-то для меня звучит немного странно, потому что, когда я вспоминаю космический джем, мне приходит на ум та хрень, которую используют в космических яйцах. Малина. Итак, собрались все наши любимцы. Включая Бакс, Даффи, Порки, Таз, Элмер, Лола, Твитит, Марвин... Погодите-ка! Что такое за Лола? О, стойте, стойте, я вспомнил с классических мультфильмов про Лолу. Ну, вы знаете, с... и в... Кто такая, блядь, Лола? Оказывается, Лола это самка кролика, которую создали для привлечения женской аудитории. К сожалению, они не сделали ее веселой, глупой, тупорылой или смешной. На самом деле, они вообще не наделили ее индивидуальностью. Они просто попытались выставить ее как некий странный секс-символ. Что немного странно, ведь она вообще-то кролик. Она не человек, она кролик. А если бы она была человеком, возможно, была бы смысл в том, что они сделают ее секс-символ, но она кролик. Кому могут приспичить здесь трахнуть кролика? В чем здесь смысл? Кролики не сексуальны, кролики это жрачка! В смысле, взгляните на нее, они нарядили в аптеке еще одежду, надели коротенькие шортики. О, вот самое главное издевательство. Они даже ей дали ей кроличьи сисюльки. Кроличьи сисюльки! В смысле, какому больному перекос, что возвращенцу могло прийти в голову и наделить персонажей кроличьими сисюлями? Я к тому же, если у этих крончальники есть гениталии, то почему у других персонажей лунь-дюнских нет? А у нас есть шары! Стоп! Хорошо, позвольте прояснить кое-что и без того ясное вам, представители Уорнер Бразерс. Мы не хотим трахать кроликов! Я просто не могу поверить, что должен говорить это мы, но мы не хотим трахать кроликов! Мы ведь люди! Мы хотим трахать других людей! Я уверен, что существует маленький процент людей, которых по вкусу пердолить, крадетчатинку, но я не хочу, что-то сложно представить в тезетическом значении. Я, смотрите, хочу спросить, вы видели когда-нибудь вообще кролика, который смог бы вас возбудить? Это не считается! Ладно, помимо продвижения зоофилии и детям, фильм также изобил самыми невыносимыми ракурсами на свете. Да, то есть все они до невозможности крупные планы. Серьезно, у меня такое ощущение, будто все персонажи из этого фильма внезапно начнут учить меня французскому. Эти ракурсы настолько близки, что кажется, будто камера столкнется их с мордами, как в опене ангелодина. А, слишком близко. В общем, все персонажи Луни Тюнс, Бакс, Даффи, Таз и так далее достаточно сильно получают по своим анимированным занятыцам. И поверьте моим словам, они не щадят никого. Они только что выбили все дерьмо из бабули? Они только что выбили все дерьмо из бабули! Они просто взяли, избили и запинали невинную старушку, которая ни разу жизнь никому не навредила. Можно еще раз посмотреть? Еще разок. Мой, я могу смотреть на это вечно. Но, к сожалению, кино продолжается, и оказывается, что у Майкла Джордана и Луни Тюнс не хватает одного игрока. Кого же они возьмут? О, нет, Билл! Что же ты делаешь? Твоя карьера все еще летит под откос. Может быть, я смогу пригодиться? Уходи, беги, уходи отсюда, время еще есть! Слушай, ты, конечно, прошел через больше, чем жизнь, человек, который знал слишком мало, но я не думаю, что ты сможешь пережить это. Я был рожден для этого. Ладно, я просто напишу тебе здесь имя режиссера. София Куппола. Но она еще пока новичок, но у нее большие перспективы. Просто подумай над этим. Очень смешно. Конечно, игра подходит к концу, и настало самое время Майкла Джордана заработать финальное очко, но по удивительности, чем обстоятельств, они не побеждают. Они проигрывают игру, вопреки всем канонам жанра. Майкл Джордан осознает, что он несовершенный человек, падший герой. Он понимает, что применен ответственностью, которая требует великой силы. Но он также понимает, что силы исходят от разума и души, а не только от спортивных достижений. И смотря на несчастливую концовку, фильм учит детей тому, что даже в самые темные моменты жизни, всегда можно познать себя. А этот друг мой есть... Не, я просто шучу, он за братство не побеждают. В общем, Луни Тюнкс отправляет Майкла домой, возвращает игрокам их талант, и сами возвращаются к своей феноменальной и смешной жизни. Но от Джордана все еще нужно кое с чем разобраться. Вы же знаете, он больше не играет в баскетбол. Знать, он, наверное, больше не сможет играть. Но есть только один способ выяснить. Возвращение Майкл Джордан! А, так и свой Золуни Тюнкс Майкл Джордан решил вернуться в баскетбол. Господи, этот фильм дерьмо! В смысле, о чем они думали? Каким шизариумом этот фильм может остаться как хороший? Знаете, что самое удивительное? У этого фильма как бы четыре сценариста. Четыре сценариста! Ни один из них не мог догадываться, что пишет межгалактическую болевойтну. Вообще, можете представить себе то место, где писали эти четверть дегенератов? Я вижу пришельцев. Я вижу Майкла Джордана, которого засосало в лунку на поле для гольфа. Они играют в баскетбол против... Багза Банни. Вообще-то это много объясняет. Вот и все, мы сваливаем. Я ностальгирующая критика, я помню то, что вы позабыли. Господи, какой омерзительный фильм. Отзучка от Псторча! Спасибо за внимание! Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. И спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо!